Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И вновь среда, утро, морозное. Утро сегодня в Москве. С вами программа «Бизнес-завтрак» на радио Медиаметрице. Я Роман Дусенко. Я продолжаю исследовать тему эффективности управления людей в российских компаниях. За это время в процессе подготовки мне повезло пообщаться с очень много интересными людьми. И самое главное, я получил очень несколько интересных фидбэков. Вплоть от того, что разве можно что-то вообще в нашей стране тут изменить, потому что все вокруг вроде как бы не очень, вроде что-то тебе мешает, что-то тебе не дает. А с другой стороны, да, классно, надо применять вокруг себя те практические опыты, которые можно сделать. И напомню, что наша программа заключается не в том, что мы показываем успешных директоров по персоналу или собственников, или директоров компании. Да, это так. Но цель нашей программы в том, что они рассказывают свои кейсы, которые вы в любой момент времени, задумавшись о том, что нужно сделать, можете взять и попробовать. Если не получилось, мы открыты в социальных сетях. Вы можете написать каждому из нас, можете мне написать, моим гостям. Мы будем только рады, если какой-то успешный опыт будет транслироваться в нашей российской действительности. Ведь от нас напрямую абсолютно зависит, насколько компания эффективна. От вас, от директоров, от собственников зависит на то, какая ваша компания. Ведь вы, по сути, являетесь основой и столбом своей компании. Ведь вся компания – это продолжение вас. И если вы начинаете задумываться об эффективности, значит и компания будет двигаться в эффективность. А сегодня я представляю вам свою гостью Наталью Бояркину. Доброе утро. Доброе утро. Мне очень приятно. Я вот сейчас сидел здесь, пока говорил, пытался вспомнить, мы познакомились в апреле или всё-таки осенью? Вот в прошлом году или в позапрошлом? Мне кажется, это был апрель всё-таки. Апрель. Апрель прошлого года. Прошлого года, да. И, к счастью, я после этого пытался тебя поймать. Мы уже перешли на ты со своим гостем, вот с Натальей. Пытался тебя поймать, но никак не получалось. Она ускользнала, знаете, вот эту рыбу, когда пытаешься поймать, только и всё. Я не в России, я не в Москве, я не в России, я не в Москве. Но, к счастью, сегодня, я считаю, вам всем повезло. Наталья сегодня в нашей студии. Два слова буквально. Как ты стал HR? Ох, был непростой путь. Потому что после школы, в общем-то, я получила образование в педагогическом университете. О, мы с тобой коллеги. А чего ты учитель чего? Я учитель начальных классов. О, прекрасно. Когда я выбирала специальность, я думала, ну куда же, куда же. Мне так много всего нравилось. Поэтому я решила, что, в принципе, учитель начальных классов обучает всему. И это именно туда дорога. После университета, как ни странно, я отработала 10 лет в школе. Это где было? Какой город? Начинала я в Челябинске и получала образование там. Суровые челябинские мужчины. Мой тата, да, суровые. И суровые зимы в том числе. Получила образование там. Первый год в школе отработала. И, соответственно, потом любовь. Замуж. Москва. Прекрасно. Да. И, соответственно, я переехала в Москву и дальше продолжала работать здесь. Каким образом все-таки управление людьми? Ну, и понятно, что учитель младших классов, это, по сути, менеджер, такой джуниор-менеджер. Ну, в принципе, когда я выбирала себе направление именно педагогическое, я понимала, что я очень люблю людей. Это какой год был? Это был 88-й год. То есть, в то время, получается, менеджерами могли становиться либо военные, которых учили как, либо педагоги, которых учили общаться с классом. Ну, в принципе, если вспомнить то время, то можно было получить образование какое? Такое. Педагог, врач, инженер, либо военный. Да, точно, абсолютно. В общем-то, вот все четыре дороги, все прекрасные, хорошие. А, да, инженер, всё правильно, да. Технические университеты, они были все инженерные. Я понимала, что то, что я хочу, это работать с людьми, с детьми. Не военные, значит, педагоги. Да, врач – это тоже вообще не моё. Соответственно, технические – это тоже не мои предметы. Ну, в общем, оставалось вот педагогический университет. Сегодня ты HR-директор, наверное, самого известного, самого респектабельного, самого красивого, наверное, фитнес-клуба World Class. Сети. Сети. Ну, я так имею в виду, что в смысле бренда, наверное, World Class. Я когда в других городах или в других странах вижу эту вывеску, у меня так сердце радует, потому что, да, наши молодцы. Каким образом вот ты считаешь, вот сегодня это вершина твоей карьеры, или ты всё ещё в процессе движения? Нет, я каждый день в процессе движения, это точно не вершина. Я не говорю сейчас, что это не моя компания, я мечтаю куда-то там дальше двигаться. Четыре года. Четыре года. Четыре года я в World Class. На самом деле они прошли очень быстро, моментально, но в любом случае, каждый день передо мной новые задачи, новые нюансы, новые сложности, которые ты должен преодолевать и учиться. Поэтому, в общем-то, я двигаюсь дальше. Супер. В своей программе я изучаю вопрос управления эффективностью, эффективностью людей. То есть, что такое эффективность? Это значит, когда у тебя ограниченные ресурсы, финансовые, маркетинговые, какие угодно, человеческие в том числе, тебе можно лишь развиваться за счёт повышения внутренней эффективности. И вот мы с очередной директорами различных компаний, ритейловых, онлайновых, я не знаю, там, каких-каких угодно, айтишниками, пытаемся обсуждать, что же является базовым ключом к движению людей эффективности. Я буквально секунду перейду к нашей основной теме. Последние годы после банковской карьеры я занимаюсь консалтингом. То есть, я решил, что слишком много всяких образований во мне, и надо делиться уже людьми в рамках одной компании маловато. Такое моё самомнение. И изучая компании, приходя в компании, работая в банках, я сталкивался с разными проблемами. Я для себя выявил следующее. На мой взгляд, существуют две глобальные проблемы в российском бизнесе, в российском управлении. Это первое. Неэффективность менеджмента и отсутствие у людей желания брать ответственность за свою работу. Я пошёл дальше копать. А что же является основой проблем этих двух? И выявил для себя пять реальных задач. Первая проблема – отсутствие понимания стратегии, миссии и ценностей. Вторая проблема – в системе управления, то есть операционные все процессы. Третья – неэффективный управлен персоналом. Четвёртая – это процессы. И пятое – нежелание людей развиваться. Вот если ты согласен, давай чуть-чуть пройдёмся по основным пяти и сосредоточимся на главной нашей теме, которую мы с тобой заявили, как всё-таки эффективность через KPI можно продвинуться, через нематериальную мотивацию. Всё то, что тебе было бы интереснее. Итак, ты HR-директор в сети Business School World Class. Какую роль в стратегии помогает вам решать генеральный директор или собственник? Вот кто для тебя является проводником стратегии в людей? Ну, изначально это, конечно, генеральный директор. То есть я прекрасно понимаю, что бы я там себе как HR не придумала, какие я болезни бы не видела, если у меня нет партнёра в лице генерального директора, если он не поддерживает меня, то что бы я ни делала, это бесполезно. Поэтому, конечно же, мне в первую очередь нужен партнёр в роли генерального директора для того, чтобы запустить все процессы. А ему в свою очередь нужен партнёр в реализации всех вот этих... Абсолютно. Всё с людьми. Причём я бы сказала, что вот именно в нашей компании, чем она мне близка, в том, что мы реально в партнёрских отношениях. Классно. Какие-то проблемы, которые вижу я, я могу прийти и обсудить с ним. Мы вместе подумаем, что же делать с этим. Так и он может... Юрий, по-моему, да? Нет, Николай. Николай, да. Да, прячка, точно. Мы с ним по почте переписывались, я помню, тогда был момент. Скажи, пожалуйста, вот насколько он считает, что стратегия передачи видения, куда идёт компания, важна? И как он это... Как много он своего времени инвестирует в эту задачу? Ну, я бы сказала, наверное, что одной из первых задач. И в моём опыте это первый генеральный директор, который столько времени проводит в полях. Ух ты. Назовём это так. То есть три раза в неделю, как минимум, он уезжает в клубы и общается. К моему сожалению, я столько много времени в полях не провожу. Я общаюсь с людьми постоянно, по телефону, по почте, как угодно, когда они приезжают в офис. Но каждый раз, когда я говорю, нет-нет-нет, я буду брать с него пример, и сейчас я поеду, находится что-то ещё, кто-то приезжает, и, соответственно... Ну, я считаю, что это, в принципе, отговорки, условно говоря. Может быть, просто прямо в состоянии себе ставить график, вот куда он едет, сразу с ним. Ну, я считаю, что смысла с ним ехать нет. Надо ехать в другие места. Тем более, что, в принципе, у нас 36 клубов. По Москве их 30. И он всё время где-то там, ну, как-то в своём графике находит время... Абсолютно. Не только с директором, но, наверное, с рядовым персоналом, с клиентами, да? Я бы даже сказал, что обязательно с рядовым персоналом. Каждый раз, когда он едет в клуб, он обязательно разговаривает с тренером, он обязательно разговаривает с руководителем среднего звена, а что болит, а что улучшит, а чем вообще живёт. У вас после этого с ним происходят какие-то диалоги о том, как он считает, что нужно нам поправить, спрашивать твоё мнение. Не то слово, Роман, не то слово, причём не только диалоги, но и споры в том числе. Круто. Ты знаешь, в прошлом году на твоём месте здесь была Виктория Лобанова. Она в прошлом была директором персоналом компании «Дикси». Ну, эти магазины, они везде вокруг. И она рассказывала о прекрасном опыте, называется «Оранжевый десант». У них вывеска «Оранжевый» раз в месяц, всё правление разъезжалось по стране на один день, чтобы один день проработать в магазине обычными продавцами. Представляешь, как шоу, для какого-нибудь там приезжает председатель правления компании, сидит с тобой вместе в магазине работать. Но после этого оно чувствовалось, конечно, когда ты в полях. Кстати, у меня есть огромное желание поздравить Викторию. Виктория стала директором по персоналу «Почты России». Так что привет тебе огромный. И мои поздравления. Да. Ждём улучшения в «Почте России». Это точно. Это непросто, да. Так вот, скажи, пожалуйста, вот как тебе, как Эчару, удаётся транслировать видение, полученное от генерального, для того, чтобы донести? Ведь людям нужно чётко понимать, куда идти. Какими приёмы ты знаешь, какие успешные практики у тебя есть, чтобы мы могли поделиться этим с радиослушателем? Ну, наверное, первое, с какой проблемой мы в прошлом году поборолись и боремся, в принципе, продолжаем, поскольку компания очень большая. Сколько человек у вас сейчас работает? Три тысячи человек. Ого-го. Территориально мы находимся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Самая большая проблема – это, естественно, информированность людей. Они находятся в клубах, большая часть этих людей работает с клиентами, они без компьютеров, а, соответственно, какие бы новости мы не транслировали, у них не было возможности, у них не было корпоративной почты, у них был доступ только к интернету и к порталу через один-единственный компьютер, который есть доступ в клубе. Ну, и пока туда кто-то дойдёт… Как вы побороли информационную, это как с революцией, проведём свет. Это, ну, примерно так оно и было. Первое, что мы завели всем сотрудникам корпоративную почту. И это был посыл, большое очень желание, в первую очередь Николая. Если у него нет компьютера, как он её может читать, даже если у него… Слушайте, гаджеты сейчас есть у всех. А, то есть всё, что есть, вы попробовали инвести, прямо к нему забраться в личную жизнь. Но мы сделали в первую очередь, вот то, что есть сейчас, это корпоративная почта, которую, в принципе, все, любой желающий, сотрудник может установить себе на личную почту. Мы вручили письма счастья на всех собраниях, объяснили, почему это и как это. Соответственно, все новости мы транслируем обязательно в корпоративную почту. Следующим этапом в нашей жизни, естественно, что все новости ещё идут и на портал, и сотрудники тоже могут там почитать. К сожалению, пока у нас нет технической возможности, чтобы в гаджеты было подключение нашего внутреннего сайта. Тем не менее, мы сейчас, и это мой большой кейс, и большая задача на этот год сделать личный кабинет и приложение для сотрудника. Вот прямо, когда это случится, я поставлю себе большой жирный блок. Я потом после расскажу тебе о тех успешных кейсах, которые реализовали, вот, например, Техносила, они сделали на базе такой компании «Сактивлюнин». Они платформа «Джаев». И они прямо интегрировали её в каждого сотрудника. А «Дикси», кстати, Виктория рассказала, что они купили самые дешёвые смартфоны всем этим людям, которые стоят в магазинах, и тоже сделали им корпоративную почту. Ну, это очень важно. Это очень важно. После этого прямо реально я вижу, как улучшился фидбэк, как меньше стало слухов, на которых живут большие компании. Соответственно, люди всё больше и больше вовлекаются в процессы и понимают, почему принято такое решение. Опять же, вернусь, наверное, к теме того, чем я люблю свою компанию, тем, что любой сотрудник может прийти и спросить, почему. Ну, в общем-то… Вы все открыты, да? Мы все открыты. Ну, к тебе приходят письма от сотрудников, они звонят там. Нужна консультация, нужна помощь. Да, и достаточно много. Как вообще вот имидж и чара в компании? Это консультант менеджмента для топ-менеджеров, или это такой, как бы, человек, с которым можно поговорить для всех сотрудников, который выслушает, который поможет? Ну, в принципе, весь свой департамент я учу тому, что для нас сотрудники – это внутренние клиенты. Они должны быть довольны, они должны понимать, почему ему так рассчитали заработную плату, и вы должны объяснить, вы должны уметь объяснить, где взять заявление, как ему отдохнуть, и, в принципе, что ему сделать, чтобы дальше пойти по карьерному росту. Отлично. Я помню, мы с тобой разговаривали, когда мы приезжали с представителем компании Джона Шолла, ты говорила о том, что у вас есть своя внутренняя глубокая программа по сервису. Ведь получается, если сервис не только на внешних, но и на внутренних, получается, что вот такой двусторонний сервис, он помогает улучшать взаимоотношения в коллективе. И так вот, если сейчас мы спросим любого сотрудника, там зайдём в любой фитнес-сендер, спросим, какова стратегия компании, с какой долей вероятности, что он расскажет об этом? Ну, я надеюсь, что 99%. То есть, благодаря вот этим твоим усилиям, которые вы вместе все вот... Ну, я не могу сказать, что это только мои усилия. Естественно, это усилия всех топ-менеджеров. По большому счёту стратегии компаний мы транслируем, опять же, в несколькими путями. Каждый год летом у нас происходит собрание всех руководителей. Это 150-180 человек. Руководитель это кто? Руководитель фитнес-центра? Это руководители, начиная от офисных, топ-менеджеры, вторая линейка. ГО и сеть, да? Да, да. И, соответственно, из клубов, это управляющий клубом, в клубе он считается первой линейкой, все, кто находится под ним. Мы собираем всех руководителей, причём приезжают и в Санкт-Петербург, и в Екатеринбург, и, соответственно, рассказываем, как мы прожили прошлый год, какие планы на этот, и если мы корректируем стратегию, такое происходит... Это некая такая стратегическая сессия у вас, да? Это стратегическая сессия, да. И обязательно это происходит в первой половине дня, и во второй половине дня обязательно происходит какая-то игра. Вот возвращаясь к тому, что у нас тема сервис, в этом году летом мы как раз делали игрушку по сервису, по стандартам. Очень здорово она прошла, потому что мы её организовали в виде, как поиграть в казино, со ставками. Ух ты, прикольно. Это было здорово, потому что, ну, азартные команды, наиболее азартные, после первого тура, например, ушли в такой глубокий минус, набирая очки, что, ну, в общем-то, во втором туре они, конечно, уже шли осторожно, я думала, что дай бог, чтобы они, в принципе, вышли в плюс. Слушай, очень интересно. Я хочу поделиться своим мнением касательно управления, основанного на ценностях. О чём я имею в виду? Что ценности – это наши некие глубинные убеждения, которые влияют на, собственно говоря, на наш образ мыслей и в целом на наше поведение. То есть для того, чтобы изменить поведение сотрудника, нужно не влиять на его поведение, потому что бессмысленно, а влиять на более глубинные его слои для того, чтобы вызвать эти изменения. Это всё не быстро, конечно, но это возможно. Так вот, management by values, менеджмент основан на ценностях, говорит о том, что сотрудник начинает отождествлять себя с компанией тогда, когда части его ценностей входят в общие ценности компании. И тогда они становятся некой общей платформой. И вот я сейчас в нескольких компаниях внедряю подобную систему, основываю на ценностях, благодаря которым внутренняя активность, мотивация людей к тому, чтобы делать, работать во имя компании, понимая, что это часть его, она резко возрастает. Как вам подобные мероприятия удавалось в своих компаниях делать? Как вам удавалось сделать так, чтобы люди чувствовали себя частью компании? Ну, в принципе, это, наверное, политика компании и, опять же, нюансы нашего бизнеса. Вот сейчас политика такова, что любой сотрудник, я имею в виду там тренер, который придумает какую-то свою программу, а у нас творчество, хоть отбавляй, в принципе, может быть, ну, условно, акционером маленьким своего направления. То есть он как внутренний проект? Да. То есть он создает эту программу? Он создает эту программу, соответственно, и дальше, если мы понимаем, что эта программа может дальше развиваться, и она востребована, то мы ее будем транслировать на все клубы. Он становится менеджером проекта? Он становится менеджером, и даже мы можем открыть студию. Вот сейчас у нас такой кейс в Метрополисе этот клуб открывается 1 февраля, и при клубе будет студия Бигзон. Эту программу придумал наш тренер, и он же сейчас и возглавит эту студию. Он же становится не только тренером, но и как бы менеджером, по сути. Он уже становится руководителем, он будет руководить этой студией, набирать людей, обучать этой программе. И это как-то влияет на его материальные составляющие? Безусловно. Отлично. Слушай, очень интересно. Как раз я считаю, что когда у человека внутри компании есть возможность реализовать какой-то свой собственный проект. Ведь недавно я разговаривал с одним очень известным человеком. Он говорит, знаешь, я вот последнее время, исходя из своей карьеры, говорю, что самым главным демотиватором человека является невнимание к его потребностям. То есть, если мы не игнорируем инициативы людей с точки зрения их улучшения, реализации, то мы, по сути, на корню подрубаем вот эту основу желания сотрудничать. А у вас, наоборот, вы позволяете, не просто, видимо, такая целая проектная, мотивируете на то, чтобы они создавали свои проекты. Вот скажи, пожалуйста, как это удалось? Вот просто хотя бы, если сейчас нас смотрят вот собственники, да, и они понимают, что вот они хотят это сделать, или HR-директора, с чего начать? Вот может быть, там три главных шага, как сделать так, чтобы люди были мотивированы создавать свои проекты внутри организации? Ну, во-первых, компании должно быть это нужно. А как это люди понимают? Через трансляцию от руководителя. Если вы собственник, опять возвращаемся наверх. Опять возвращаемся наверх, конечно. Под лежачий камень вода не течёт. Люди внизу должны понимать, что от них хотят, что они могут сделать. Это во-первых. Во-вторых, если человек приходит с инициативой, он обязательно должен получить обратную связь. хорошо это или плохо, правильно или неправильно. От того, к кому он обратился, или от своего непосредственного руководителя, или от первого лица. От кому, изначально, конечно, от того, к кому он обратился. Ещё одну секунду, ты сказала, что вы очень открыты. Если человек напишет первому лицу, первому лицу письмо, он на него ответит? Обязательно. Любому сотрудник. Любому сотрудник. Самому рядовому. Самому рядовому. Не будет там, отпиши вот этому зампреду, пусть он сам лично ответит. Сам лично ответит, при этом поставит... Большой поклон. Молодцы. Очень интересно. Поставит в копию тех руководителей, кто заинтересован, да? Кто заинтересован или имеет отношение к этому направлению. Да. Бывают случаи, конечно, что он не может ответить, потому что, ну, не знает какой-то нюансы, и он обязательно переадресует руководителю данный вопрос. Но с какой-то своей припиской, это лично, что он прочёл. Да. Ответь, пожалуйста, Николаю, Ване или ещё кому-то. Супер, супер. Итак, первое, это значит показать, что компании это нужно. Второе. Второе, дать фидбэк на предложение. Третье. Третье, соответственно, если это человек, то, что придумал человек, компании это нужно и важно, соответственно, это причастность его остаётся только рассказать всей компании, что это работает. Ребята, давайте попробуйте сделать так же. То есть, это же не делать никаких денег. Нет. Это, по сути, внутренние, это помимо основной работы, да, это люди проявляют свои самые лучшие качества, творчество, раскрывают ради компании. Творчество, это одна из наших ценностей. О, а какие ещё? Лидерство, ну, первая ценность, это люди. Наш бизнес построен на людях, в данном случае мы продаём услуги. Причём люди здесь мы декларируем не только сотрудники, но и клиенты. Для нас важны и те, и другие. Лидерство, компания номер один, всегда хотим быть и будем оставаться ей. Не просто там, что это слоган, я имею в виду. Это целое действие за этим звучит всё, это стратегия. Это стратегия и внутреннее ощущение каждого. Что ты лидер. Что ты лидер. Что ты работаешь компания номер один. Когда мы собеседуем людей, вот о чём я там начинал ты говорить, что внутренние ценности нужно проверять на входе. Абсолютно. Это как грубая сила. Невозможно. Невозможно. Это, знаешь, извини, буквально, мне очень нравится фраза «Не меняйте людей». Меняйте. Невозможно. Невозможно. Человека невозможно. И ещё мне понравилось, знаешь, Гэп Келлахар, который CEO South West Airlines, он говорил, «Мы берём людей с чувством юмора». Тоже хорошее. Чувство юмора научить невозможно. Если его нет, это не как. Всему остальному мы научим сами. Да. Это правда. Соответственно, возвращаясь к ценностям, ответственность, мы несем ответственность там как компания, как руководители перед своими сотрудниками. Сотрудники несут ответственность перед клиентами, потому что каждый день мы отвечаем за их здоровье. Бывает момент, что когда в процессе взаимодействия кто-то нарушает ценности, принятые в компании. Когда возникает конфликт с ценностями, как здесь вы ведёте себя? Как вы идентифицируете это? И что делаете? Ну, конфликты, конечно, возникают. Нет, нет. Я имею в виду вот именно, например, поведение, которое идёт в разрез с корпоративными ценностями. То есть вот, например, что это по отношению к людям кто-то из руководителей повёл себя не в соответствии с ценностями. И это стало известно, и вся компания узнала о том. И наоборот, что нет, мы приверженцы ценностей, поэтому всё-таки мы считаем, что это будет, это неправильный поступок, вот такой должен быть. Ну, в первую очередь стараемся сначала объяснить. Угу. У нас книжечка какая, где ценности написаны все, да? Ну, ценности написаны на портале. Новый сотрудник приходит, это опять, кстати, из тех фишек, которые мы сделали вот за последнее время. Немножко в сторону тогда отойду. Когда приходит новый сотрудник, он сразу же получает корпоративную почту, как только он её у себя устанавливает, ему автоматически приходит письмо приветствия, как мы рады, что вы к нам пришли. Вот по этой ссылке пройдите, и вы получите пакет, welcome пакет. И в welcome пакете он сталкивается с ценностями и с правилами. Круто. Во всех кабинетах руководителей, соответственно, находятся, во всех клубах, там, где зоны для персонала, то есть ценности, в принципе, везде присутствуют перекладания. То есть они транслируются для людей, это не что-то извне, это внутреннее. Это внутри, да. Прекрасно. Так, и мы говорили... Про welcome пакет, что да, как они это узнают всё, то есть через даже в момент прихода, что это становится на входе мы проверяем. Мы с тобой говорили о том, что ушли в сторону, когда руководитель, соответственно, по отношению к своим подчинённым ведёт какую-то другую политику, которая... Бывает такое? Бывает такое. Но изначально, конечно же, пытаемся объяснить руководителю, что сотрудники это не твои рабы, это наша ценность. Нам очень важно, потому что замена у нас сотрудника это, в принципе, потеря прибыли. Вы примерно считали, сколько стоит для вашей компании стоимость замены сотрудника? Ну, я тебе так скажу, что просто разный уровень, например... Считается три зарплаты примерно где-то. Ну, это у тебя считается три зарплаты. Ну, наверное, три-пять зарплаты. Три-пять зарплаты это минимум, наверное, да. Мы сейчас не говорим про упущенную прибыль. И про вот этот, как сказать, состояние, когда человек работал. Это же эмоциональная среда. От его вырыва он уходит. Надо кого-то нового. Люди должны с ним сработаться. Это ещё всё. Это всё затраты. Очень важно, чтобы люди, собственники понимали, что замена любого сотрудника это затраты. Вот наши, слава Богу, понимают. Отлично. Опять же, не без помощи гендиректора. Ну, вернусь, на самом деле, к тому, сколько стоит замена. Я тебе так скажу, что тренер новый, тренер, чтобы он вышел на показатели. Понятно, что кто-то быстрее, кто-то медленнее. В принципе, период разгона мы это называем 9 месяцев. Ого. Для того, чтобы он обучился нашим программам, нашим требованиям, для того, чтобы он набрал себе базу клиентов, которые будут у него постоянно тренироваться. Ты знаешь, я буквально тебе одну секунду, мне кажется, тебе будет интересно, как и Чару. У меня есть ещё одно как бы направление моей работы. Я занимаюсь с людьми, консультирую в области построения своей карьеры. И раз в месяц проживаю бесплатный мастер-класс. Знаешь, какая моя социальная миссия? Что нужно делать, чтобы быть успешным для работодателя? И когда я задаю вопрос, как вы думаете, вы кто с точки зрения работодателя? Там они говорят, ой, там и люди. Нет, вы инструмент получения прибыли. И вот ты мне сейчас очень важная вещь сказал, чтобы ваш сотрудник начал приносить хоть какую-то прибыль, компанию, надо 9 месяцев в него инвестировать, только лишь потом, просто я когда пытаюсь людям развернуть, и когда у них разворачивается мышление, что они приходят не для того, чтобы решать свои проблемы на работу, а для того, чтобы работать на работодателя, чтобы помогать ему решать стратегические задачи, только тогда они начинают думать его, пытаться понять его. Это, не понимаешь, 90% кандидатов не думают о том, что они должны приносить пользу. Вот удивительная вещь. Ну, согласна с тобой, с другой стороны, меня печалит, когда сотрудник потребительский относится к компании, когда, ну, периодически я слышу не только сейчас, а в предыдущем своем учаровском опыте, что я компании столько отдал. Да, это правда. А сколько тебе компания дала? А сколько в тебя компания вложила, и как она тебя защищала в принципе? Прекрасно. В этом смысле мы с тобой перешли ко второму вопросу от системы управления, даже затронули уже третий, систему управления персоналом. Давай подойдем к той теме, которую мы анонсировали. Ключевые показатели эффективности с точки зрения для компании и с точки зрения для сотрудника. Вот почему ты считаешь, что это важный элемент управления эффективностью? Ну, потому что благодаря ключевым показателям, раз мы уже так с тобой программу назвали, каждый сотрудник на своем месте понимает вклад. И это достаточно просто. То есть, есть ключевой показатель, плановый, есть фактический. И вот это то, что ты должен был вложить, достиг ты этого или сверх чего-то сделал, или, соответственно, не достиг, а значит, что-то не доработал. То есть, все оцифровано, по большому счету. Все оцифровано. человек видит в онлайне или в каком-то там, ну, в состоянии на сегодня его процент выполнения его KPI? Видит, опять же, в программе, которая есть в клубе. И вот задача моего приложения, моего приложения, про которое я тебе уже говорила, чтобы он на своем, да, на своем гаджете, он, заходя, видел свой план, свой факт и, в принципе, расчет процентов. Я тебя сейчас введу в состояние легкого шока. Даша Капранова, HR-директор техносилы, вместе с своим CEO внедрили систему, которая в онлайне показывает в открытом режиме, кто из продавцов магазина сколько реально на сегодняшний день заработал. И это для всех. Они думают, ну, как бы было сначала сопротивление, как это показать зарплату всем. А это явилось фантастическим мотивирующим фактором, когда каждый видит, кто сколько на сегодня заработал. Это здорово. Получается, что вот, соответственно, когда ты добьешься того, что у человека появится иконка, и он кликнет, он увидит, сколько он сегодня его процентов, это будет его очень сильно мотивировать. Мне кажется, это очень прекрасная стратегия. Как ты считаешь, вот с точки зрения материальной мотивации, KPI, это насколько на твой, вот я уверен, что за твою HR-карьеру ты много разных систем мотивации финансовых. Мы сейчас пойдем к ней финансовые. Но вот как ты считаешь, если система бонусов, построенная на выполнении, на анализе выполнения KPI, насколько она сегодня работает в России? Ведь многие говорят, что она уже не работает. Я категорически с этим не согласна. Я считаю, что это рабочая схема. Но система эта должна быть построена правильно. Какие критерии правильности? Ну, они в первую очередь, они должны быть эффективны. Для того, чтобы они были эффективны, генеральный директор, HR, руководители департаментов первой линейки должны понимать, что такое эффективно, ответить себе на вопрос. Расскажи нам, пожалуйста, что такое эффективность в рамках сети клуба World Class? Ну, эффективность в любом случае определяется стратегией, куда мы хотим прийти. И, соответственно, дальше мы отвечаем себе на вопрос, а как мы можем туда прийти? Любая компания, коммерческая, в принципе, работает для того, чтобы зарабатывать деньги. Прибыль. Прибыль, абсолютно. Для того, чтобы нам заработать эту прибыль, нам нужно открыть столько-то клубов, намнять столько-то... Декомпозиция идет цели просто вниз уже, да? Вниз. То есть вот уже... Дальше мы... Дальше, извини, пожалуйста, дальше мы, соответственно, это раскладываем на уровень ниже. До сотрудника? До сотрудника рядового. Как часто вы проводите оценку выполнения? Вот даете обратную связь сотруднику по результату квартальная, там, полугодовая? Если мы сейчас говорим про материальную мотивацию, то зависит от уровня сотрудника. Если это специалист, то у него, в принципе, KPI месячный. Месячный. То есть он отработал, получил? Отработал, получил. Да. Более высокий руководитель на более долгий период. Да, более высокий руководитель. Чаще всего это все-таки квартальная мотивация для того, чтобы был период разгона и был маневр для разбега, скажем так. Ну и, соответственно, бывают полугодовые KPI. И топы, наверное, это годовые. И топы годовые, да. Вот скажи, пожалуйста, когда человек проходит квартал, и вот с ним начинает работать человек, другой руководитель. Вот какова цель? Показать, что не сделано или помочь, как сделать в следующем периоде? И вот, то есть, вот как ты считаешь, что важнее? Ну, если у меня, как у руководителя, есть подчиненные, у которых свои KPI, естественно, что моя мотивация квартальная напрямую зависит от их выполнения. И, конечно же... Такого у вас, как матрешка, да, по сути, такая вложенность. Да. Естественно, что моя задача понять, разобрать, почему это не сделано, что нужно сделать, чтобы сделать. И, по большому счёту, все наши руководители там среднего звена на местах проводят ежемесячные собрания и встречи для своих тренеров, для своих специалистов, там, СПА, для того, чтобы показать. И, в принципе, я учу таким образом, чтобы эти встречи проходили где-то после двух-третьей месяца. Где сейчас человек? Ещё успеть, чтобы что-то подрулить. Сделать, да. Сколько провести туров, сколько провести тренировок для того, чтобы заработать и выполнить свой план. Супер. Подведя маленький итог, уважаемые коллеги, если вы вдруг захотели, никогда не слышали о системе материальной мотивации, создана на достижении ключевых показателей эффективности. Слово «эффективность» Наталья Рэм раскрыла как элемент стратегии. То есть, если стратегия направлена на достижение компаний определенных цифровых значений в области прибыли, то сами КПИ должны именно и вести нас туда к прибыли. Поэтому, суть КПИ следующая. Обычные сотрудники получают ежемесячное вознаграждение, более топы. Они получают квартальное и годовое. Суть работы вознаграждения менеджера это совокупно из его исполнителей. Поэтому, собственно говоря, первое лицо, наверное, получает вообще совокупно от всех остальных и от действенности компании. То есть, задача руководителей включить самого себя в понимание того, что твоя мотивация зависит от успеха и реализации планов твоих сотрудников. И здесь как раз возникает эта вот мотивация к тому, чтобы помогать достигать этих целей. Результат. Прекрасно. Нематериальная мотивация. Самое, о чем все всегда говорят. Вот, опять же, я уже приводил сегодня пример с South West Airlines. Они говорят, мы не очень много платим, но люди любят нашу компанию. И там столько всего написано, как они помогают, что они делают внутри компании с точки зрения нематериальной мотивации. Ты сказал, что это одна из твоих тоже любимых тем. Что бы ты могла порекомендовать с точки зрения того, что действительно работает и что у вас в World Class сегодня тоже так, на топовом уровне? Ну, нематериальная мотивация, в принципе, тоже можно разделить на несколько уровней. Да, и если вспомнить пирамиду Maslow, то, в принципе, есть базовый уровень, куда тоже можно отнести... Маслоу и Кроу. Да, тоже отнести какие-то нематериальные фишки, такие как ДМС, занятия спортом. Внутри своих... Внутри. Это же тоже престижно. Вот ты же, по сути, наверное, это же элитный клуб. Да. То есть, соответственно, как бы ты просто, если ты простой работник, ты не в состоянии, наверное, с точки зрения своей зарплаты купить эту карту, но у тебя есть возможность там заниматься. Но это одно из достижений, которые мы продаем, в принципе, опять же, нашим кандидатам. В принципе, все наши сотрудники могут заниматься в любых клубах. В любых? В любых клубах. Даже в самых престижных? Ну, есть нюансы. Ну, понятно, что там, чтобы и на эффективность не влияла. Есть премиальный сегмент сигнича у нас, черный мы его называем. Соответственно, эти клубы, они, конечно, закрыты для сотрудников, только те сотрудники, которые там работают, они могут заниматься. Ну да, понятно. Но я думаю, что, в принципе, если мы говорим, что в Москве у нас 30 клубов, то выбрать из 28 легко себе возможно. Соответственно, возвращаясь к базовому уровню, это мобильная связь, оплата проезда, то есть все, что человеку необходимо, чтобы чувствовать себя тепло, сухо и комфортно. Ну, а дальше... А есть столовые какие-то корпоративные там? Или они все питаются сами по себе? Ну, если мы говорим про клубы, то там есть не то, что столовая, это называется... Фитнес-бар какие-то. Да, фитнес-бар, хлеб-н-ко, в большей степени наши партнеры, соответственно, где ребята со скидкой могут получить себе обед. Что касается конкретно, вот это все равно все в деньги, ну, это все мобильное, это деньги для компании, скидки это деньги, а что вот без денег, что нематериально, такое, знаешь, вот для души, как бы, чем мотивируете людей? Ну, так или иначе, нематериальная мотивация, она все равно как-то относится к деньгам. Я сейчас вот давай расскажу то, что мы сейчас очень много популяризируем, да, и продвигаем. Очень важно, чтобы сотрудник еще, мы помнили, как работодатели, о том, что у него есть семья. Это очень-очень важно для человека. Это тоже, наверное, ценность, одна из ценностей компании. И если мы, как компания, декларируем, в принципе, на рынок о том, что мы за здоровый образ жизни, что мы хотим, чтобы все люди занимались фитнесом, конечно, в первую очередь, мы хотим, чтобы у наших сотрудников, его родственники также занимались в нашей клубе. В прошлом году мы запустили программу «Семья», где с большой, очень скидкой продаем для родственников сотрудника, соответственно, начленство в клубах. И это вовлекает также семьи и для сотрудников. Конечно. А дети? У вас дети ходят в фитнесы? Ну, у нас есть детский клуб, соответственно, не во всех, правда, клубах есть нюансы, разные клубы немножко отличаются по формату, но, тем не менее, если я очень хочу своего ребенка записать, я выберу клуб, опять же, 30 клубов по Москве, 5 в Питере, есть куда поучаствовать. Ну, в конце концов, можно просто привезти его и оставить в детской комнате, где-то с ним какой-то будет заниматься аниматор. Ну, там есть у нас, естественно, аниматор и детская комната, но при этом у нас очень много секций, которые для детей. Где детки именно занимаются? Для детей. Ой, прекрасно. Есть уроки, это включено в членство, куда я могу привезти, соответственно, своего ребенка и с ним буду заниматься. Опять же, есть персональные тренировки, и для детского клуба у нас есть абсолютно свои направления. Супер. Остается совсем чуть-чуть времени, видишь, время пролетает просто. Еще раз, вот все-таки, давай вернемся, это опять же деньги. Вот что без денег делается? Похвалы, лучшие сотрудники, газеты, что? У нас существует мотивация, лучший клуб, это годовая мотивация. То есть, он на год получает это звание? Мы выбираем, каждый год мы немножко реформируем эту мотивацию, обязательно для людей, доводим, каким образом мы будем принимать решения, по каким же опять кипяем будет оцениться, и какие критерии, да, оценки. В клуб вручается очень большой там кубок, первое, второе, третье место. Это престижность. Соответственно, у нас есть лучший сотрудник квартала по своим направлениям. Это достаточно большое количество участвует, каждый квартал это где-то 25-30 человек. Мы выбираем лучшего в направлении, тренажерный зал, детский клуб, потому что критерии должны быть справедливы. В СПА лучшая администрация клуба. Естественно, что мы об этом рассказываем, пиарим, если мы говорим про администрацию, а там администрация ресепшн, там работают ребята, молодые, в принципе, они приезжают к нам в офис, собирается весь офис для того, чтобы поаплодировать им, рассказать, какие они молодцы с точки зрения именно клиентского сервиса и вручить им кубок этот подарок. когда ты вручал или кто-то там CEO вручал, светились ли у них глаза в этот момент? Как они себя ощущали? Да, это такая гордость приехать в офис, ну ты представь, офис 150 человек, для них это некие полубоги, которые где-то там вершат судьбу компании. И тут эти полубоги собрались для того, чтобы им поаплодировать и сказать теплые слова. Конечно, они потом бегут в три раза быстрее. Супер! У нас осталось там три минуты или четыре, там нам сейчас махнут рукой. Скажи мне, пожалуйста, очень важный момент, я хотел сказать, пятая проблема, может быть, помнишь, люди не хотят развиваться. Как ты реализуешь желание людей развиваться внутри компании и как ты развиваешься сама? Вот буквально там одну минуту. Ну, во-первых, у нас существует корпоративный университет, который мы построили, по-моему, два с половиной года назад. Корпоративный университет, внутреннее обучение, которое мы сделали по нескольким факультетам. Это управленческий факультет, это факультет фитнеса, факультет спа, ну и так далее. И факультеты наши, ну, постоянно работают. А если человек хочет английский, например, выучить, у него такая мечта, вы можете ему как компания как-то помочь? Да. У нас есть компания партнер, который с большой достаточно скидкой будет вас обучать. Вы заинтересованы в том, чтобы личные, внутренние потребности человека, например, хочу научиться выступать публично, хочу учить английский язык, хочу там, я не знаю, там развить себе такую черту. Вот они приходят к тебе и вы стараетесь им помочь? Ну, я в этом случае переадресую их в корпоративный университет, не то, что стараемся, мы им помогаем. Помогаете? Вот у нас был запрос, я хочу выучить английский язык, помогите мне найти преподавателя. Да, пожалуйста. Вы не мерили уровень лояльности ваших сотрудников к компании? Мерили в прошлом году, но, честно признаю, что выборка была не очень большая. А вот по ощущениям, как ты считаешь, когда вот вы все это делаете, растет эта лояльность? Да, конечно же, растет, но, в принципе, поскольку я проверяла вовлеченность и удовлетворенность сотрудников, я тебе так скажу, когда я увидела цифры, я решила, в принципе, что сотрудники должны доплачивать компании, чтобы так радостно проводить. Реально очень высокие показатели. Я не отдаю себе отчет, что не без проблем в компании, но в том, насколько лояльно компания относится с сотрудником, я очень ожидаю того, что сотрудники тоже. Спасибо тебе огромное, сегодня получился очень интересный разговор, и самое главное, я понял, что в 90% случаев успешные компании, это люди, где не безразличны, это руководители, которым не безразличны люди. Если руководители поворачиваются лицом к своим сотрудникам, если помимо того, что они декларируют, что люди для них главный, они начинают думать и жить через эту призму, то качество работы, эффективность работы, лояльность, жизненный цикл сотрудников компании, все это растет. Секрет успеха Натальи Бояркиной в несколько секунд оставшейся нашей программы. Если мы говорим про компанию и продолжение твоего сейчас спича, я бы сказала так, что бизнес делают люди. Вот именно с этим лозунгом и по жизни я иду не только с точки зрения бизнеса, но и по сути и своей жизни в том числе. Все зависит от меня. Если у меня не зеленый коридор, я должна повернуть и выбрать другую дорогу. Спасибо тебе огромное. Уважаемые друзья, сегодня в нашей студии, студии радио медиаметрик с программой бизнес-завтра была Наталья Бояркина, HR-директор сети фитнес-клубов World Class. Самый главный постулат, который я сегодня вынес из себя это люди. Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваша компания эффективно развивалась, задумайтесь о том, что люди для вас являются важнейшим ресурсом. Думайте о них и думайте о своем здоровье вместе с фитнес-центром World Class. Спасибо вам большое. До встречи в следующую среду. Я надеюсь, мы продолжим изучение управления эффективностью людьми в нашей российской действительности. Какая бы она ни была, это наша с вами Родина и мы должны сделать так, чтобы нам здесь жилось хорошо.